Приветствую вас на канале ИХ24. В эфире программа «День за днём» в студии Наталья Ширга. Никто так не нуждается в отдыхе, как человек, только что вернувшийся из отпуска. Это высказывание американского художника, писателя, философа Элберта Грина Хаббарта очень точно передаёт ощущения многих людей, вышедших на работу. Предполагается, после отпуска человек отдохнёт, подзарядится энергией и с новыми силами и желанием будет трудиться. Но вместо активности появляется бессилие, хандра и депрессия. Как выйти из отпуска правильно и справиться с этими проблемами, разберёмся с психологом Натальей Потёмкиной. День добрый! Добрый день! Наталья, ну действительно сложная задача выйти из отпуска, вот чтобы с хорошим настроением. И некоторые люди, они даже задумываются о продолжении отдыха или подумывают об увольнении. И всё это психологи называют послеотпускным синдромом. Как вот здесь распознать между действительно симптомами, ну скажем, если это не болезнь, то состояние, синдром и просто обыкновенной ленью? Мне кажется, тут очень тонкая грань. Только, наверное, человек, который очень скучал по работе, из отпуска выйдет с улыбкой, с такой искренней, будет делиться позитивом, который взял из отпуска. Чаще всего мы встречаем противоположный эффект. И не только психологи, но и физиологи выделяют это как послеотпускной синдром. Почему так говорят? Потому что на уровне физиологии у человека могут обостриться хронические заболевания, нарушения органов желудочно-кишечного тракта. Может появиться раздражительность, сонливость, ухудшение настроения. Но, собственно, вот эти все симптомы и говорят о том, что послеотпускной синдром присутствует. А не просто нежелание трудиться? Это уже другое, это уже психосоматика, когда желание накладывается на состояние. Но некоторые эксперты желают не очень рьяно после отпуска входить в работу. А как, например, не в полную силу входить в работу таким профессиям, как ваша, психолог? Когда начинается 1 сентября, и все, вам некогда расслабляться, пробовать, раскачиваться. Или, например, как мне, я не могу работать в полноге. Что сделать, как быть? Существует ряд рекомендаций, и их проще как-то так понять, уложить у себя, если разделить на три таких глобальных пункта. Что можно сделать до того, как наступит отпуск? Что можно делать после приезда из отпуска и в первые несколько дней, уже выйдя на работу? И советуют для того, чтобы вернуться в режим плавно и так спокойно, хорошо войти в рабочий режим, советуют закончить отпуск каким-нибудь легким делом. Которое, вот ты его начал, легкое дело, ты знаешь, что, в принципе, много сил ты не потратишь на то, что потом войти в колею рабочую. И можно также, ну, в какой-то степени обмануть себя и позаботиться о своем хорошем настроении заранее. До начала наступления отпуска возможно сделать генеральную уборку в квартире. Да, ведь многих женщин после возвращения из отпуска, допустим, если это была куда-то поездка, они возвращаются в квартиру, в которой нужно что? Еще и убрать, чтобы хорошо, спокойно жить. И вот если позаботиться об этом заранее, сделать ее до отпуска и уехать, ну, тогда как-то будет покрасивее, поспокойнее и вот на душе приятней. Можно также купить какую-нибудь книгу, которую давно хотел. В общем, сделать какой-то незначительный, маленький, приятный себе подарок. Но договориться с самим собой, использовать его только тогда, когда ты вернешься из отпуска и выйдешь на работу. И вот это чувство, ощущение предвкушения, ожидания, когда наши ожидания оправдываются после такого какого-то феерического отпуска, а тут выйти на работу, а тут маленький незначительный сюрприз. Думаю, что это будет очень даже уместно. А почему так происходит? Человек не может справиться со своими эмоциями. Вот все было замечательно, а вернулся домой, и, что называется, настроение поникло. Тут, понимаете, такие могут быть причины, вот как вы говорите, да? Какие можно выделить причины? Это когда сбиваются биоритмы человека. Чтобы было доступнее и понятнее, это, вот мы, предположим, все знаем, есть совы и жаворонки. Совам очень трудно вставать по утрам. Для них это смерти подобно, скажем так. А когда наступает отпуск, тогда есть возможность подольше поспать. И вот человек наслаждается, высыпается, и все замечательно. А когда нужно вернуться на работу в прежний режим суточный, возникают трудности. И на фоне вот этих трудных подъемов с утра, нежелания вставать ранним утром, вот это может привести к появлению вот этого синдрома после отпускного. Поэтому какой совет, чтобы не сбивались биоритмы? Ну, как-то все равно, не давайте себе возможности спать очень долго. Все равно придерживайтесь какого-то, чтобы организм не отвык вставать. Пусть не так рано, но часик позже. Так будет проще. Можно сказать о том, что когда человек неправильно организовывает свой отпуск, мы как ждем отпуска, чтобы сделать все самые важные дела, правда ведь? И продать квартиру, и разменять ее, и сбегать к врачам, посмотреть свое здоровье, выставить километровые очереди. Можно поехать на приусадебный участок, и там очень долго и упорно трудиться. А можно вообще не знать, чем себя занять, поэтому сидеть дома без дела. Вот когда отпуск, он не организован, ну, вот тогда могут возникнуть трудности. То есть и здесь надо вести, что называется, плановое хозяйство. Мне постоянно муж говорит, ну, нужно это, это не обязательно. И мне так кажется, при всей моей загруженности на работе, мне так хочется, чтобы ни о чем не думать, а оказывается, это далеко неправильно. Неправильно, потому что в отпуске нужно менять вид деятельности. Вот если вы смеете, отпуск для чего отдается? Чтобы отдохнуть. Отдохнуть у вас получится, когда вы не будете привязаны мыслями и какими-то переживаниями к работе. Вот смените полностью образ жизни на эти 2-3 недели, и тогда будет качественный отпуск, качественный отдых. Скажите, а продолжительность отпуска, она влияет в какую-то сторону? Например, ну, если он был, например, 40 дней, был очень слишком большой, и человек так настолько расслабился, что не может войти в колею. Или, наоборот, маленьким. Когда человек отдохнул, уехал куда-то, а не успел еще сделать массу дел, и от этого нервничает. Вот сама продолжительность. Или, например, в какое время года этот отпуск дан? Если летом, здорово, а если зимой, ну, куда себе идти? Безусловно, продолжительность отпуска, это имеет очень важную такую роль. Почему? Потому что у нас есть идеальные варианты, то, что у нас иногда получается по итогу, не так, как всегда хочется. Но если у вас есть возможность, позаботьтесь о планировании отдыха так, чтобы 2 раза в год вы могли сходить на 2 недели в отпуск. Это идеальная картинка. Если не получается такой идеальной картинки, ну, тогда хотя бы 10 месяцев и далее делать перерыв на отпуск. Но тогда уже взять не 2 недели, а чуть более, 3, например, недели. Если вы чувствуете, что не дотягиваете до своего очередного отпуска, эмоционально устали, опустошены, тогда тут стоит задуматься над тем, чтобы взять за свой счет недельку отпуска, чтобы своему организму дать возможность восстановиться. Да и, в принципе, если уставший сотрудник, кому он нужен? Ну, вот КПД буквально нулевое, и работодатель просто должен, обязан пойти навстречу, потому что сотрудник, который постоянно ошибается, который не выполняет работу, он, в принципе, работодатель не удовлетворен? Конечно. Это влияет на работоспособность, это влияет на настроение, это влияет на отношение, в первую очередь, на отношение к тому, чем ты занимаешься. Отношения в коллективе? Конечно, конечно, это все играет немаловажную роль. Вот у меня сейчас, например, закончился отпуск, лето прошло, отпуск закончился, и снова нужно трудиться. Но у меня есть время адаптироваться. Учебный год начнется 1 сентября, а у меня еще 3 недели в запасе. То есть мне как-то вот в этом году повезло. А как психологи адаптируются, скажите? Грамотно расставляют приоритеты. Если они, например, не работают в школе, им легче в этом вопросе. То есть они себя мотивируют, они знают, какие за и против. Что делать в этом случае? Вы знаете, если ты привязан к школе и работаешь в системе образования, ты привязан именно к системе. К рабочему процессу? Он неразрывный, он идет весь учебный год. Далее ты знаешь, что наступает заслуженный отпуск, и ты можешь его планировать. И он продолжительный отпуск, что не может не радовать. А когда психологи занимаются частной практикой, то тут идет поток клиентов. Понимаете? И тут уже сложность найти эти 2 недели, чтобы уйти в отпуск. А если ты уходишь в отпуск, то все равно общение с клиентом не заканчивается. То есть все равно будет какая-то связь по телефону, может быть, через соцсети, через электронную почту. Все равно, в принципе, очень сложно отдохнуть. Человеку, который не привязан к системе, и который сам организовывает свою сферу деятельности. Да, и многие люди, идя в отпуск, они отвечают на телефонные звонки правильно. А этого делать не нужно. А этого делать не нужно. Руку на пульсе, компьютер рядом. Поэтому есть, допустим, рекомендации, когда ты приехал из отпуска. Во-первых, нужно подгадать так, чтобы вернуться за 3-4 дня до окончания отпуска. Не получается за 3-4 дня, значит, так, чтобы это выпадало на пятницу. И дать своему организму двое суток, трое суток на то, чтобы попривыкнуть к обстановке домашней, к смене обстановки. Можно успеть за эти дни и разобрать вещи, и рассмотреть фотографии, и посетить салон красоты, сделать закупки какие-то. То есть не погружаться в рабочую атмосферу. И желательно не контактировать с коллегами. С коллегами нужно контактировать, когда выходишь на работу. И вот эти первые дни, первую недельку для раскачивания как раз-таки можно с коллегами мило побеседовать о том, как ты провел лето, как раньше написали сочинение, как я провел лето, как я провел отпуск. Показать фотографии, подарить сувениры. А вот когда ты непосредственно вернулся из отпуска, насладиться с общением, допустим, с супругом, с семьей, сходить совместно в кино, возможно, встретиться с друзьями, не коллегами, с друзьями. И как-то провести время. А коллег оставить уже на рабочее время. Наталья, а можно ли сказать, что женщинам, например, проще адаптироваться и войти в социум после отпуска? Или мужчинам? Кто страдает от послеотпускного синдрома? Больше и чаще? Больше страдают мужчины. Как бы это ни казалось так странным, но действительно мужчины. Только потому, что у женщин более гибкая психика. Мы легче приспосабливаемся ко всему. У мужчин немножечко по-другому. Также, кто еще подвержен риску? Люди, кто связан с социально значимыми профессиями. Те, кто непосредственно имеет дело общения с людьми. Адвокаты, бизнесмены, педагоги, врачи, социальные работники. Вот это те люди, которые действительно подвержены этому послеотпускному синдрому, когда находился ты в отпуске с мыслями в самом себе, а выходя на работу, получается, что ты продолжаешь раздавать ту энергию, которую копил эти две недели. Начинаешь ее раздавать всем. Но это особенности профессии. Тут уже такое дело. Я уже сказала в начале нашей программы, что иногда человек даже подумывает об увольнении. Стоит ли это делать? Или все-таки остыть, подумать и не делать скоропалительных выводов и решений? Что бы там в случае предпринять? Если вот оно назрело, вот не хочу, не могу. Ну, тут уже должно быть прям совсем не могу, не могу. Просто нужно отдавать себе отчет, в какой момент тебя посещают эти мысли. Ну, вот после выхода из отпуска. Ну, значит, это просто дать себе немножечко время перезагрузиться и пообвыкнуть, походить на работу и понять, примерить все это, все вновь на себя. Для того, чтобы было спокойней, ничего страшного не будет, если в этот период человек прибегнет к помощи пустырничка, валерьянки, легких седативных, да, таких препаратов. А, опять же, питание играет немаловажную роль. Вот, говорите, плохое настроение, уныние, печаль. Ну, вот скушай апельсинку, банан. Эндорфины обязательно. Горький шоколад, рыбку. Это поднимет настроение. Тогда жизнь станет играть другими красками. Ну, вот раньше наши родители не знали такого словосочетания после отпускной синдром. Сегодня это свойственно молодежной. Они не могут адаптироваться так быстро, влиться в рабочий процесс. У нас просто ритм другой, мне кажется. Сейчас ритм более какой-то он динамичный. И та возможность уйти в отпуск воспринимается, как какой-то вот, как такой счастливый случай, мне кажется. Потому что даже люди, которые, уходя в отпуск, очень часто совмещают другую работу, дабы обеспечить себе какую-то финансовую подушку, какую-то безопасность финансовую, да, чтобы возможность заработать. Вместо того, чтобы отдыхать, они идут работать на другую работу. Поэтому тут ничего удивительного. Наши родители жили в другое время. Мы живем в это время. Появился после отпускной синдром, ну, значит, что же делать? Будем преодолевать, будем работать над собой. В завершении нашей программы таких пять основных выводов. Что необходимо сделать, чтобы миновать после отпускной синдром? Так, во-первых, не забывать, что праздник продолжается. Ни в коем случае не допускать такую мысль. Независимо от того, закончился отпуск или нет, у нас остались приятные воспоминания, с этим нужно жить дальше и возвращаться к этому. Порадовать себя какими-нибудь сувенирами прекрасными, что-нибудь такое вот интересное привезти, подарить коллегам, например. Не забывать спать не менее восьми часов. И, конечно же, наверное, перед выходом на работу лечь пораньше спать, чтобы пораньше встать. А если не получается уснуть, то принять расслабляющую ванну. Я благодарю вас, как всегда, за интересную беседу и что пришли с такой интересной темой к нам в студию. Спасибо вам. Подытожим еще раз. Если выполнить все эти правила, выход на работу пройдет без малых потерь и плохого настроения. Прости, Денис, простите, пожалуйста. Давай с крупного, да? Если выполнить все эти правила, выход на работу пройдет без малых потерь и плохого настроения. Главное, что нужно помнить, работа должна приносить удовольствие. А если нет, то стоит задуматься, а там ли я работаю? Может, стоит сменить профессию? Ну, или это в самом крайнем случае? Сегодня Наталья Потемкина, психолог, знаток человеческих душ, давала полезные рекомендации. Ежедневно выпуск программы «День за днем» на канале Х24 смотрите в 12.15. В студии работала Наталья Шульга. Мне остается пожелать бодрых рабочих дней и приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова